Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Сеть дисконт-магазинов Титан это огромные ассортименты и ежедневные обновления Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены Магазины расположены в каждом районе города Титан 45 07 07 Здравствуйте в эфире первого городского проект Место происшествия В студии Михаил Вагин смотрите в этом выпуске Столкнулся лоб в лоб и загорелся Два человека погибли и еще один получил травмы в ДТП под Котельничем Отравленная вода Кировские рыбаки были шокированы массовой гибелью рыбы в реке Пижма Тушило масло водой и осталось без потолка На улице Воровского в квартире произошел пожар на кухне Дрифт на повороте На улице Щерса камера зафиксировала как занесло иномарку Два человека погибли и еще один получил травмы в ДТП под Котельничем Там водитель Деу Нексия столкнулся с УАЗом Патриот Подробности в рубрике обзор аварии материал подготовил Сергей Пичугин По данным госавтоинспекции авария произошла на 274-м километре трассы Вятка 36-летний водитель Деу Нексия не справился с управлением Водитель автомобиля Деу Нексия 1980 года рождения По предварительным данным выехал на полосу встречного движения Где совершил столкновение с автомобилем УАЗ После удара Деу выбросило с проезжей части и произошло ее возгорание В результате сам водитель автомобиля, а также его пассажирка 1988 года рождения погибли на месте Травму получил и пассажир автомобиля УАЗ 99-го года рождения Ему была оказана медицинская помощь на месте Госпитализация ему не потребовалась В настоящее время по данному факту проводится проверка По результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела В Кирово-Чапецком районе 47-летний водитель УАЗа Выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ 12-й модели В итоге женщина-водитель Лады получила травму и ее госпитализировали В Уричевском районе 34-летний водитель Десятки вылетел в Кювет Машина опрокинулась Виновник аварии, а также два его пассажира травмировались Медики оказали им помощь Как выяснилось, водитель был лишен права управления Теперь инспекторы ждут результаты экспертизы на состояние опьянения лихача Его ждет административная ответственность В Слободском районе 31-летний водитель Вольво Также не справился с управлением и выехал в Кювет Два пассажира иномарки Это 39-летний мужчина и 23-летняя девушка получили травмы В Кирове на Октябрьском проспекте 29-летний водитель Шкоды Йети Поворачивал налево и не пропустил велосипедиста Мужчина упал с двухколесного транспорта на асфальт и травмировался Велобайк нуждается в ремонте Сергей Пичугин, место происшествия Кировские рыбаки были шокированы массовой гибелью рыбы в реке Пижма Они предполагают, что воду в реке отравили Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» Ах, вонище тут Первыми заметили последствия экологической катастрофы рыбаки в поселке Барок Они выехали на лодке и в зарослях увидели килограммы мертвой рыбы Впоследствии мертвую рыбу и характерный запах навоза почувствовали и жители Советска Город Советский, Кировская область, река Пижма В реке протухла вода, страшно воняет канализации и клюет дохлая рыба Уже на протяжении больше часа Сильно раздутая, по всей видимости, она уже погибла давно По словам очевидцев, среди погибших видов рыб – лещи, ези, судаки и щуки Что стало причиной массовой гибели, будут разбираться в природоохранной прокуратуре В социальных сетях есть мнение, что рыба погибла или от нехватки кислорода Или в реку были сброшены отходы производства На улице Воровского в квартире произошел пожар на кухне Во время приготовления пищи у хозяйки квартиры на сковороде загорелось масло Она решила водой потушить огонь В итоге в комнате и в кухне сгорел натяжной потолок Сотрудники пожарного надзора напоминают о том, что Если на плите загорелось масло, сначала необходимо отключить плиту А затем горящее масло попытаться накрыть крышкой, противнем Либо другими подручными предметами Помните, что ни в коем случае нельзя тушить горящее масло водой На улице Диповской вспыхнула частная деревянная баня Три на три метра с предбанником Пожарные вовремя приехали и успели потушить огонь В итоге сгорела только крыша Предполагаемая причина пожара – неправильное устройство печи Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите сразу после нее Я достал нож Правой рукой Из штанов Из-за резинки В гости со спиртом и ножом Мне пришлось бы сразу храпить, ну что уже Мы просто решили забить Хотел стать очевидцем, а стал обвиняемым в двойном убийстве Житель поселка Оричи Ради пива готов на все В Костино активисты ночного патруля и сотрудники ДПС задержали очередного лихача На этот раз на ладе 15-й модели Не заметила и уехала с места аварии В Нововятском районе у супермаркета девушка на ленд-крузере Не рассчитала габариты своего авто И въехала в припаркованную ладу В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем Хотел стать очевидцем, а стал обвиняемым в двойном убийстве Житель поселка Оричи 12 августа ночью 43-летний Василий позвонил в полицию И сообщил, что его знакомых Вадима и Ольгу убили неизвестные Якобы он пришел их навестить, а они мертвы Оперативники отработали все версии Василия И в итоге стали подозревать его самого В ходе допроса мужчина дал признательные показания Что стало причиной убийства в нашем следующем материале В день убийства Василий пришел в гости к потерпевшим По данным следствия, убитый Вадим был должен обвиняемому Полторы тысячи рублей и долг не отдавал После выпитого спирта Василий решил поднять этот наболевший вопрос Но произошел конфликт Я достал нож Правой рукой Из штанов Из-за резинки Вот, надавил он так И пока он там что-то чухался В общем, первый удар вот так пошел Известно, что нож у Василия был с собой Он пришел в гости вместе с ним И, видимо, планировал, что будет добиваться выплаты Долго угрозами Но в итоге убил Вадима А затем его сожительницу Ольгу Первый удар пошел вот сюда Был вот с левой груди, да? Ну, полность злота Первый прошел А этот уже хрипел Ну, уже это Ну, и мне пришлось просто уже храпить Ну, и просто решил забить После убийства обвиняемый скрылся с места преступления Затем он решил разыграть из себя очевидца И позвонил в полицию Позднее подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы И сообщил о якобы случайном обнаружении тел своих знакомых В настоящий момент подозреваемый пояснил действительное обстоятельство произошедшего Он задержан Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сейчас расследование уголовного дела продолжается Василию грозит до 20 лет тюрьмы Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее Ради пива готов на все В Костино активисты ночного патруля и сотрудники ДПС задержали очередного лихача На этот раз на ладе 15-й модели Закрыл крышку бензобака На улице производственной камера зафиксировала заботливого полицейского В эфире проект «Место происшествий» мы продолжаем Костинские пьяные водители лучшие в номинации «Бесстрашный лихач» К такому выводу пришли активисты ночного патруля после очередного удачного рейда в поселке Костино На этот раз там устроил погоню бесправник на ВАЗе 15-й модели Уйти от преследования гонщик хотел необычным способом перелететь через кювет Что из этого вышло узнавал наш корреспондент Сергей Пичугин Активисты ночного патруля сообщили сотрудникам ДПС о пьяном водителе ВАЗа 15-й модели Лихач с друзьями сначала купил много пива в магазине в Костино Затем поехал в сторону русского Сейчас переезд будем поезжать Где лучше, чтобы экипаж Сигналы инспекторов гонщик игнорировал Для пьяных водителей Костино вполне обычное явление, заметили общественники Водитель 15-й увеличил скорость и постоянно выезжал на встречную полосу Возле птицефабрики Лихач повернул и уже хотел съехать в кювет Машина чудом не перевернулась Полицейские и активисты задержали водителя Им оказался бесправник, который представился Володей Он и его друзья приехали в Костино за добавкой После задержания Володя немного испачкался А инспекторы хотели, чтобы сидения патрульки остались чистыми Проблему могла решить ветровка Володи Сотрудники ДПС проверили, это вовсе не Володя Лихача зовут Дмитрий Мочалов Одним из пассажиров 15-й оказался Денис Местный заступник пьяных водителей Неделю назад Денис заступился за скутеристку Валерию в поселке Садаковском Но она все равно понесла наказание и несколько суток провела в спецприемнике Давайте оформляйте меня лучше Так вы же только что пешком пришли Ну так давайте я сяду и поеду Теперь же Денис не так рьяно защищал водителя У него было две основные задачи Спасти авто от эвакуации и забрать выпавшее из салона пиво Вскоре Дмитрий прошел экспертизу в ГИБДД с положительным результатом Бесправник Мочалов работает на мебельном производстве И теперь наверняка у него будет незапланированный отпуск от 10 до 15 суток Сергей Пичугин, место происшествия На улице Щерса камера зафиксировала, как на повороте иномарку занесло Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике видеорегистратор На перекрестке улиц Щерса и Грибоедова водитель Ниссана начал готовиться к зимнему сезону И устроил дрифт на повороте Ты че б***ь? В Новоавиатском районе у супермаркета девушка на лэнд-крузере не рассчитала габариты своего авто И въехала в припаркованную ладу Удара девушка не заметила и уехала с места аварии По словам автора видео, у лады пострадало заднее крыло На трассе Киров-Пермь машина с камерой едва не стала жертвой двойного ночного обгона Сначала фура, а затем легковушка На улице Воровского водитель Калины не заметил светофора и проехал на красный На октябрьском проспекте водитель кроссовера едва не спровоцировал ДТП Повернул налево из среднего ряда На улице Воровского водитель иномарки резко перестроился Похожая ситуация произошла на улице Щерса Водитель 15-й пошел на маневр, но вовремя заметил машину с камерой На улице производственной камера зафиксировала заботливого полицейского Патрульный заметил открытую крышку бензобака у Рено и закрыл ее Михаил Вагин, место происшествия На этом все Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия И сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobakoinbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте, место происшествия Киров А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта Место происшествия Вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Место происшествия Киров В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры сделал DimaTorzok